Юрию Петрову всего 15 и он уже почти опытный парикмахер. Пока, правда, удалось проверить способности только на близких. Результатом они остались довольны. Впрочем, это только начало. В школе-интернате имени Фурагиной молодой человек изучает не только парикмахерское дело, но и цветоводство. Мы там делаем практические работы. К нам приходят дети из этой же школы. Мы их где-то можем подровнять, где-то подстричь. А вот Кира из интерната выпустилась почти пять лет назад. Успела поработать столяром, но решила вернуться в альма-матер к любимым преподавателям. Сейчас работает в школьной столовой. Я вот как тяжелая по школе. Накрываю, протираю, помогаю, ну и все. Балаклавы, снуды, футболки. В кабинете технологии швейные машинки не останавливаются ни на минуту. За время проведения спецоперации школьники отшили уже более четырех тысяч предметов одежды. С каждой вещью они кладут для бойцов письма с пожеланиями. Каждый ребенок отшивает что-то делать. Кто-то на верлаке, кто-то на прямострочке, кто-то на распошивальной машине, кто-то упаковывает, кто-то отрезает, кто-то скалывает. То есть работы очень много. И детям это очень нравится. К лету футболки нужны. К лету футболки. Имеется в виду, что вот клирка вот такая легкая для одежды, для наших послужинных. Ну знаете, да, где заказать? Да, да. Там нам просто счет скидет. Хорошо, да, у нас есть уже. Давайте какой-то запас сделаем. Хорошо, спасибо большое. В прошлом году в здании школы 58-го года постройки завершили капитальный ремонт. При проведении работ учли пожелания родителей, детей и педагогов. Помещения для начинающих поваров, сенсорная комната, зал для занятий адаптивной физкультурой стали новшествами для интерната. Добавились и направления, картонажное дело и керамика. Вопрос трудоустройства выпускников тоже продуман. У нас заключен договор с Голицынским МАКФУ колледжем. Дети два последних года обучаются как бы от этого колледжа и получают диплом о профессиональной подготовке по специальности, которую осваивают на нашей школьной базе по нашим трудовым направлениям. Впрочем, еще есть над чем работать. Столярное ремесло ученики осваивают в отдельно стоящем здании, которое тоже не мешало бы обновить. У нас еще два здания на территории. Это столярная мастерская и второе здание, где ночуют у нас дети-мальчики. У нас такое досуговое как бы два здания. Это здесь же на старом городке. Вот сейчас мы в этом году вступили в проект Добра школы. Нам выделили 8 миллионов на производственное и другое дополнительное оборудование. Но вот столярная мастерская, где дети изготавливают, правда, уникальные вещи с помощью учителя тоже, в общем-то, она требует ремонта. Мы сейчас его, так как у нас есть и строительное дело, тоже делаем с помощью наших детей. И этих перемен ждать осталось недолго. Ремонт в мастерской запланирован на ближайшее время. Кроме того, закупят и дополнительную посуду для пищеблока. Василиса Ивашкина, Карина Яряшева, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.